Что такое мусор сегодня знает даже ребенок? Это в основном отходы, связанные с процессами жизнедеятельности человека. А вот где он оказывается после того, как его выкидывают в мусорный бак, скажут немногие. Сегодня мы ответим на этот вопрос, проведя один день с бригадой мусоровоза. Есть такая работа, практически незамечаемая окружающими. Но если ее не делают или делают плохо, это сразу бросается в глаза. Санитары города по аналогии с санитарами леса каждый день борются за чистоту. Общий объем ТКО, согласно инвентаризации, которая была произведена Министерством природы и цикличной экономики, составляет порядка 560 тысяч тонн в год. На сегодняшний день общий объем, который перерабатывается тремя мусоросортировочными комплексами, которые уже запущены на сегодняшний день на территории Ульяновской области, порядка 20%. Общая фракция. Территория области разбита на 5 зон. Так сотрудники компании регионального оператора номер один вывозят мусор из областного центра и нескольких районов области. Бригада состоит из трех человек. На линию ребята выходят две смены. Первая начинается в 3 утра, вторая в 14.00. Нам повезло, нас прикрепили к послеобеденной, поэтому не пришлось вставать на заре. День экипажа мусоровоза начинается с визита водителя в диспетчерскую, где он получает задание на день и путевой лист. Но сначала обязательное посещение медпункта. Медик измеряет давление, уровень алкоголя в крови, оценивает общее состояние каждого из бригады и решает, допускать или нет к работе. Если все хорошо, то ребята выводят на смену мусоровоз. Объявленности четко распределены. Водитель следует по маршруту. Говорит, что за 8 лет работы было всякое. Похвала руководителей, признание коллег, просьба местных жителей. В основном больше хорошего, чем плохого. Я считаю, мы как бы приводим пример, что ли, другим, что сами же живем в этом же городе. И смысл, зачем себе, как говорится, душу дадится. Санитары города и санитары леса, да? Да, да, да. То есть, если мы, как нас все, некоторые спрашивают, а у вас что, выходных там или праздничных дни есть у вас или как? А у вас они есть вообще, да? А у нас, получается, как бы график идет скользящий. То есть, мы 4 дня работаем, 2 дня выходные у нас. И независимо... Как праздник. Да, независимо от обычных выходных дней. То есть, у нас как бы падет. Вместе с экипажем мусоровозом чим по дороге и разговариваем за жизнь. Свою машину водитель считает настоящим другом и относится к технике, как к живому человеку. Кормит игрея, делает полезное дело и вручало говорит не раз. Сейчас люди, как бы, удивляются, как так. Ну, если мы один день, как говорится, все мы не выйдем на работу, что будет с городом вообще? По грязни мусори. Ну, да, да, да. И каждый день, каждый день мусор постоянно есть. То есть, пока мы живы, пока мы здоровы, пока мы работаем, все равно люди покупают, ходят в магазин. То есть, естественно, все. Процесс жизнедеятельности он не останавливается. Да, да, да. Даже в праздники. Да. И возим, возим, и он никогда не заканчивается. На горизонте замелькала первая остановка. Вот так экипаж мусоровоза приезжает на точку, паркуется. И именно здесь начинается самая ответственная работа. За сбор мусора отвечают рабочие. Работают быстро и отлаженно, подъезжают к контейнерной площадке, надевают перчатки, выкатывают в мусорный контейнер, цепляют его к подъемному механизму. И вуаля, мусор оказывается в мусоровозе. Решаю спросить о процессе и особенностях работы оператора. Работа вообще сложная? Да ну нет, работа нормальная. А вот как учились, может быть, дополнительно, как владеть этими кнопками? Да ну, тут в принципе не сложная работа. Ничего сложного нет. А сколько за смену вам приходится контейнеров выгружать? В среднем? В среднем, ну, примерно около 100 контейнеров. За смену? Да, за смену. Ну, это достаточно тяжелая физическая работа? Да не сказать, что тяжелая, как бы. То есть, справиться можно. На первый взгляд, все очень просто, поэтому пробую сделать работу сама. Облачаюсь в униформы, выкатываю контейнер, который по весу такой тяжелый, что его даже сдвинуть с места не получается без помощи ребят. Хорошо, первый этап позади. Приглашают попробовать загрузить мусор в кузов. Вот тут начинается самое интересное. Чувствуешь себя настоящей золушкой. Спустя пять минут мусор оказывается на положенном ему месте. Ставишь контейнер на место и обязательно убираешь территорию. Все, с первой точки разобрались, а на пути еще 50. В итоге проездили мы 3,5 часа и полностью набили бункер мусоровоза. Нужно было возвращаться на ресурсосберегающий комплекс, чтобы избавиться от отходов. Пока спецтехника вгружала содержимое, а рабочие разбирали мусор, я решила поинтересоваться особенностями работы у людей, трудящихся на переработке. Как долго длится ваша смена? С восьми до восьми. Обед, перерывы. Не надоедает одно и то же? Или каждый раз что-нибудь новенькое находится? Да, ну, бывает, все по-всякому бывает. Это вот вы что сейчас делали? Матрас убрал. А это не подходит, да, мусор на ленту? Ну да. Какие еще, что еще не подходит на ленту? Ну, доски не идут, ветки не идут, линолеум, серванты, шкафы, покрышки, ну, все вот это вот, которое гниет. Салабан, картонный, пластик, все, наверх идет на сортировку. Работа ответственная? Ну да. Если что-то просмотрите, что будет дальше? Может линия встать, забиться, сепаратор. В общем, отделяют мух от котлет, как говорится, и в итоге на линии оказываются стекло, металл, картон, бумага и разные виды пластика, которые проходят по нужным габаритам. Уже отсортированный мусор просматривать второй раз до наличия посторонних вкраплений. Предлагают попробовать и мне. Не отказываюсь и стараюсь все делать на совесть. Поработав несколько минут на самом относительно чистом участке с бумагой, понимаю, что работа выматывающая и однообразная. Сортировка коммунальных отходов – процесс трудоемкий, каждый из которых связан с использованием специального оборудования. Сортировочный конвейер, автоматический пресс, накопительный бункер, подающая линия – на этих участках работают непосредственно люди. На второй сортировочной линии в основном трудятся женщины. Здесь, как признаются сами работницы, постоянная текучка кадров. Мало кто выдерживает год такой работы, хотя есть и такие, кто трудятся уже несколько лет. На них равняются и ставят в пример. Пробуй сама встать на линии. С первого раза мало что получается. Работа достаточно тяжелая, трудоемкая и самое главное, что нужно делать все быстро, потому что линия идет, я уже что-то прогрестила, что-то не успела. А у девочек нет такой возможности, им нужно быстро все положить на место. Вот еще партия пошла, следующая. Я даже не могу увидеть, что нужно положить сюда, но что определяют, то ложу соответственно. Глаза разбегаются и просто теряешься на эти линии. Линия идет очень быстро. Оказывается, скорость можно и нужно менять в зависимости от объема и качества мусора. Делается это автоматически с пульта управления. В кабине администратора на мониторах просматривается весь завод, как на ладони. А чтобы держать связь с операторами линий, у администратора есть специальная рация. Сейчас почти 300 метров в минуту подается. Скорость оборота в минуту. Ток, операция. Управляется, можно прибавить, можно убавить подачу. Первая сортировка, мужчины стоят. Затем сепаратор динамический. Можно обороты добавлять. Управить. Вторая сортировка. Нужное вторсырье проходит обработку, прессуется и поступает на склад. А ненужный мусор, который не подходит ни под одну фракцию, идет на пресс и набивается в пресс-компактор. Его забирает машина, мультилифт и везет на полигон для дальнейшего захоронения отходов. Водитель с легкостью закидывает многотомную кабину себе на спину. Нормально, не очень долго, но практика нужна. Но сложно вот с первых разов попасть? С первых разов сложно. Можно не попасть, можно уронить контейнер. А если роняется контейнер, это очень плохо? Ну, этого не было никогда, ни разу. Просто нужна практика. Но вам ваша работа нравится? Считаете, нужно ее? Да, мы чистим город, помогаем людям избавляться от нечистот, вывозим утилизацию. За то время, что я провела с бригадой мусоровоза, я полностью поменяла свое отношение к людям, которые стараются избавить нас от наших же отходов. Мы часто не задумываемся, кто убирает за нами, мусорим там, где не нужно, ругаемся, если что-то нас не устроило или где-то что-то забыли убрать. А нужно в первую очередь начать с себя. Именно к этому нас с вами обяжет новое законодательство по сбору и утилизации коммунальных отходов, которое вступит в силу с 1 января 2019 года. В наших платежных квитанциях данная услуга появится. То есть каждый житель обязан будет оплачивать эту услугу. Она приравнивается к такой же услуге коммунальной, как электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Единственное, что нужно будет самому собственнику заключать договор. Либо это все-таки будет делать управляющая компания, а уже в платежке будут... Нет, собственник должен заключить договор именно с выбранным региональным оператором. Соглашение, которое заключено с региональным оператором, действует 10 лет. То есть региональный оператор на своей зоне становится монополистом. Пока потребители не обяжутся о нем сортировать мусор. Но федеральные власти прорабатывают вопрос о льготных тарифах для тех, кто будет это делать. Если вас не будет, что будет с городом и оператором? Будет много мусора, конечно. То есть... Хорошо будет, конечно. С санитарным нормам даже это... Как говорится, и запахи, и все на свете. И крысы тоже так же. Все это будет. Без нас все равно в городе не выжить. Редактор субтитров А.Семкин